Шесть медалей привезли амурские спортсмены с соревнований в Москве. Наше утро сегодня с чемпионом. Он уже у нас в студии, а также его тренер и по совместительству руководитель федерации шинки Акушенко и каратэ Амурской области Роман Нестеренко. И, конечно же, Максим Болянов. Максим, Роман, доброе утро. Доброе утро. Максим, ну начнем, конечно же, сразу с вас. Расскажите, как вы в каратэ-то попали? Привел отец в семь лет, потому что сам занимался в свое время. До каратэ занимался гимнастикой два года. И вот буквально на днях вы стали чемпионом какого турнира? Открытый кубок Сайкен. Это что? Кто принимал участие в нем? Принимали 25 регионов со всей России. Выступал в Дальний Восток, Сибирь. Много разных регионов было. Ну, давайте теперь более подробно, конечно, с тренером поговорим. Роман, скажите, пожалуйста, сколько человек от Амурской области принимали участие в турнире? И когда вообще последний раз в связи с пандемией на турнирах бывали? Ну да, мы были последний раз на соревнованиях такого уровня, наверное, уже год прошел. Последний турнир у нас был в Дальнем Сочи, федеральный округ. Город Хабаровский проходил потом. Из-за коронавируса мы не смогли нигде принять участие. Во всех запланированных турнирах они переносились постоянно. И до сих пор многие даже турниры не провелись. Это первый турнир такой крупный, где принимало участие 550 участников из 25 регионов нашей страны. От Амурской области приняло участие 17 спортсменов. Они не только же из Благовещенска? Да, свободный Белогорск и Благовещенска. Как за всеми уследить? Вы один их 17. Что делаете? Нет, я был не один. У нас было три тренера, кто сопровождал своих бойцов. Поэтому в этом плане у нас дисциплина не страдает. И все ребята ведут себя достойно. Шесть медалей вы привезли всего на родину, на малую. Скажите, кто чего выиграл? Так, у нас соревнования проходили по двум дисциплинам. Это ката и кумите. Кумите это бои. А ката? Ката это комплекс упражнений, направленных на технику, исполнение техники. И мы в ката обычно не выступаем. У нас это, наверное, был такой второй турнир, где мы начали задумываться о том, что действительно ката нужно. По нему также присылаются и разряды, и те же звания. Но вот Максим у нас участвовал и в кумите, и в ката. Но удалось выиграть только в кумите в боях, потому что ребята к этому в основном и готовятся. У нас в этом турнире две золотых медали. Это в одной дисциплине ката. И в кумите Максим Болянов стал первым. В возрастной категории 14-15 лет. Свыше 65 килограмм. И четыре третьих места. Это ребята из Белогорска. Гомоненко-Радогор. И со свободного Бычков Александр. Поздравляем всех ребят. Конечно же, и тренеров тоже поздравляем. Максим, вопрос к вам. Как готовиться? Ну, то есть, это же все-таки жеребьевка. Когда есть уже четкое понимание, кто у тебя будет соперник, ты можешь посмотреть вообще, в принципе, да, как он работает, что он делает. И прям под него, может быть, как-то подготовиться. Не знаю, делает это кто-то или нет. Но здесь была жеребьевка. Было ли немножко, может быть, там, сомнения, страх чуть-чуть? Нет, переживания, конечно, всегда есть. Но в любом случае, в категории, вот у меня было 15 человек, все равно ты всех не знаешь. Знаешь, пару человек, думаешь, вот, с ним дрался, его видел, уже думаешь, как, что делать. А с теми, кого не видел еще никогда, были такие, уже ориентируешься в бою. Стараешься делать именно то, что ты постоянно нарабатываешь на тренировках. А самый трудный бой финальный? Ну, скорее всего, да, финальный. Потому что мы с ним дрались последний раз три года назад. С тех пор выросли оба, стали по-другому драться. И вот на него я больше готовился. Как закончился бой? Закончился бой по решению судей. Он мне уступил немного в первом раунде. Максим, что вы делаете после того, вот, что вы делали после того, как стало известно, что вы чемпион? Вы бежите позвонить родителям? Или вы, не знаю, сидите, молчите или слушаете музыку? Что делает чемпион? Ну, конечно, сразу родным звоню, сразу пишу, звоню, говорю, то, что все, первый, начинаются поздравления, слезы, все сразу. А потом, конечно, иду отдыхать, полежать, перекусить, потому что пока соревнования обычно никогда ничего не ем. Фрукты, может, какие-то. И все, и жду конца соревнований, потому что до этого еще долго. Успели что-то в столице посмотреть вообще, кроме соревнований соперников. Ну, гуляли по торговым центрам, а так по улицам почти не гуляли. Как отражается пандемия на соревнованиях, Роман? Вот что требовалось от ребят? Прививки, может быть, тесты? Как это все происходит? Ну да, у нас, в основном, когда мы принимаем участие в каких-то соревнованиях, мы сначала подписываем заявку у докторов о том, что мы здоровы и имеем право участвовать в соревнованиях. Ну, а дополнительно сейчас, да, с коронавирусом требуется еще справка о том, что нужен тест отрицательный. Ну, только в этом какие-то проблемы, потому что это, опять же, накладно, там за трое суток должен быть готов этот тест. Ну, мы с этим справились, ничего страшного. И второе, это проблема, то, что турниры проводятся без зрителей. Это важно, да? Да, обязательно. В масках все передвигаются, в зал запускают ограниченное количество людей, только спортсменов и тренеров. Ну, это тоже как-то непривычно, но ничего. А как вы себя ведете, когда ваши ребята выступают на татане? Вы кричите, ругаете семью? Нет, я не кричу. Ну, я кричу, конечно, поверьте, но не ругаю их. Потому что сам выступал и знаешь, что это такое. То есть ты пытаешься подсказать, а подсказать тихо не получается. Нужно обязательно кричать, повышать голос, чтобы человек слышал. И интересно, мне всегда было интересно, я когда смотрел на соревнования, и, может, там проводил их периодически, когда тренер, он прям кричит, подсказывает. Сил сидеет. А человек на ринге, на татане, он вообще успевает услышать, сориентироваться и применить все то, что подсказывают? Или это больше как-то все равно импровизация? Это большое искусство, когда человек, спортсмен, слышит своего тренера. То есть, опять же, нужно услышать его и выполнить те действия, которые он тебе подсказывает. Это надо уметь. Есть бойцы, знаете, им подсказывают, он вышел, никого не видит, не слышит вокруг. Это плохое качество. А вот единицы тех людей, спортсменов, которые слышат и начинают... Максим, вам слышно? Не всегда, но вообще, конечно, когда слышно, я стараюсь выполнить то, что говорит тренер, потому что со стороны виднее, как я в бой. Но не всегда слышно. Иногда ты выходишь и вообще забываешь, не слышишь, что тебе кричат. Чаще всего слышно только от тренера. Вот бывают друзья кричат за татами, тоже не слышно вообще, что кричат. Только потом, видимо, пересматриваешь бой и слышишь то, что, оказывается, кричали. Кричат все. Вы чемпион мира по карате, все мы об этом знаем. Теперь вы известный тренер. Вот вы смотрите на вот этих ребят. Они лучше, чем вы? Ну, конечно, лучше. Потому что, вот, к примеру, Максиму ему только 15 лет, а он уже добивается таких результатов. И габаритный, фактурный парень. Я в 15 лет, в 16 только начал заниматься карате. Поэтому у него время больше. И, ну, я вижу, конечно, какие сейчас бойцы. Они очень быстро все схватывают. Но я думаю, у него большое будущее. То есть мы ждем и других кубков, и от других ребят тоже. И у вас в гости, опять же. И что из ближайшего по соревнованиям у вас запланировано? Запланировано, опять же, первенство и чемпионат ДФО, Дальневосточного федерального округа в городе Хабаровск, который пройдет в марте месяце. Но основной старт – это наша первенство России, который пройдет 5-6 мая в Москве также, куда мы поедем. Мы будем за вас болеть. Спасибо, что пришли сегодня. Напоминаем, что у нас в студии был Роман Листеренко и Максим Балянов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова